Мир вам, уважаемые телезрители! Мы рады вас приветствовать на христианском телеканале «Импакт». В эфире программы «Влияние». Меня зовут Геннадий Сагун и честь иметь сегодня представить наших гостей. Это будет творческий эфир, не переключайтесь, потому что будет обязательно интересно. Сегодня я рад приветствовать с нами Виктор Шатецкий и Николай Калашев. Искорно рад, что в нашем городе серьезные музыканты, как говорят, заплыли большие киты. Разрешите представить наших друзей. Виктор Шатецкий, сам из Украины, 18 лет женат, супругу зовут Оксана, 5 деток. В настоящий момент проживает в городе Сиэтл, церковь Вифания, город Сиэтла, пастор Папирник. И с 2015 года он является активным участником музыкальном служении церкви. Виктор, я искренне рады за то, что нам в Америку пополняются кадры, особенно хорошие музыканты. И мы будем говорить сегодня также о том, что 30 лет музыкальном служении. Об этом нужно обязательно тоже рассказать. Рад представить Николая Калашев, автор и исполнитель, большой друг Виктора, потому что с 2000 года, это на протяжении уже 18 лет, вы работаете вместе. Плюс ко всему еще с группы Вечности, поэтому Николай Калашев проживает в городе Баффало. И женат, 20 лет. Супруга зовут Диана, трое деток, исполнитель и хороший музыкант. Друзья, ну, в первую очередь, спасибо огромное за то, что вы с нами сегодня на протяжении этого получаса. Мы расспросим у вас самые интересные такие вопросы, которые нас всех музыкантов интересуют. Виктор, начнем с того, что как дела в Америке вообще? Все получается? Ген, спасибо, что пригласили. Начнем с того, что я хотел бы поприветствовать жителей Сакраменто и всех, кто нас смотрит. Доброе утро. Мы очень рады быть сегодня на этой передаче. Спасибо. Нам так же приятно. А в Америке, конечно, все нормально, все получается. Ты сказал, что здесь рады тому, что в Америке прибавляются, на Украине рады, что убавляются. Не рады, что убавляются. А мне кажется, на Украине такой процесс идет, что святое место пустое не бывает. Согласен. Вы приезжаете к нам служить, поддерживаете. Это, наверное, не только в Украине, в Америке тоже. Подрастают новые поколения, как я говорю, новые поколения. И они будут занимать наше место. И мы, люди, которые уже давно в музыкальном творчестве, мы должны воспитывать этих новых людей для того, чтобы они заняли это место и не бояться этого. Ну вот это приятно, когда мы рассуждаем так. Так, Виктор, скажи, пожалуйста, ну поскольку мы затронули 30 лет, я вот пытаюсь вспомнить, кто еще из наших христианских, славянских исполнителей 30 лет служению. Начинает думать, наверное, Джордж Давыдюк, потом... Набат. Виктор Клименко, Набат, Шатецкий. Так, кто еще у нас... Ну, я понимаю, 25 лет там у нас сейчас и Демидович, и Гудухин, и Короб, и так дальше. Но 30 лет не так-то и много. Но не так-то и мало. Но не так-то и мало. Это же приятно. Расскажи, пожалуйста, в чем секрет? В чем секрет, что человек находится в служении на протяжении этого времени? Наверное, все-таки то, что закладывали у меня с самого детства. Я родился в христианской семье, но я благодарен Богу за то, что, наверное, у мамы с папой не было сильно много времени. И все... Но дедушка, это моей мамы, папа, он души во мне не чаял. И он в меня вкладывал огромное количество времени. Он купил мне первый инструмент. Он научил меня играть на аккордеоне. Он научил меня потом играть на гитаре. И я просто преклоняюсь перед ним искренне благодарен за то, что он прививал мне эту любовь к музыке. Это самых малых лет. И это дало свои плоды. То есть кто-то заплатил эту цену, старался, вдохновлял, воодушевлял. И вот... Ну, а все-таки 30 лет. Это же время, когда тебя не только поддерживали, но и критиковали. Как вообще выжить? Я скажу, что, наверное, больше критиковали, чем поддерживали. Ну, наши люди любят подсказать. Давай так, скажем, это легкая критика, но подсказать. А как выжить в эти такие нелегкие моменты? Вы знаете, я всегда пользовался тем принципом, то, что тебя не убивают, а закаляют. Делает тебя крепче. Да, делает тебя крепче. И, скажем, я стыкнулся с таким интересным моментом, когда один пастырь, очень известный, очень солидный такой, когда был в Киеве День Благодарения, всеукраинский. И я там пел несколько песен, были эти все министры, эти серьезные люди. И они благодарили меня за песню «Молытва за Украину». Я помню, как этот пастырь, который вечно меня критиковал, он подошел и говорит, это же наш Виктор. Все-таки человек. Я думаю, хорошо. А, друзья, ну, может быть, не все знают, группа «Вечность», она до сих пор существует? Она как бы существует. Это мои родные братья, которые там на Украине поют. Мои песни, которые я написал, они продолжают это дело. Так что я тоже благодарен им за то, что все-таки с моим уездом они не закрыли это все и продолжают петь. И евангелизация иногда по свадьбам, это я рад. Ну, есть такая духовная работа, когда нас действительно приглашают участвовать в духовных проектах, евангелизация, в служении. Но я говорю, ну, для нас, творческих людей, свадьбы, вот такие вечера, это как раз, когда Господь нас возмещает, нас благословляет финансами, вот покрывает. Естественно, мы в духовной работе вечные волонтеры, но нам это приятно тоже делать, потому что делаем для Господа. Виктор, скажи, множество песен написано, многие из них состоялись, это получили шлягеры, которые поют во множество церквях. Успех, чтобы песня получилась, что от этого зависит? Я думаю, молитва и искренность. Искренность, Господь это все видит. Да, это просто вот, когда ты делаешь от сердца, искренно делаешь это, оно всегда воспринимается людьми и чувствуется. Искренность, Господь видит искренно. Николай, ну, с 2000 года вы сотрудничаете с Виктором. Насколько я помню, здесь в Америке все время я вас видел вдвоем. Расскажи, пожалуйста, как вы встретились и как этот, не знаю, тандем состоялся, что если есть возможность, вы участвуете вдвоем, потому что мы знаем, что Виктор уже имеет и отдельную группу в Сиэтле. Ну, расскажи, пожалуйста, о вашей дружбе. Ну, во-первых, доброе утро, рады видеть тебя и Сакраменто, доброе утро. Я, ну, 2000 год, просто у нас общий друг, и он, как бы Виктор рассказал обо мне, он попросил, говорит, Виктор, обрати внимание на этого молодого парня. И, ну, я так понял, Виктор обратил это внимание и помог мне, как бы, реализовать себя в музыкальном служении. Начал писать песни для меня. И, наверное, с 2006 года мы начали работать совместно. Я был, Виктор пригласил меня в группу Вечность, я приезжал на Украину, были совместные проекты, евангелизации, служение, посещение детей и сирот, потому что я сам вырос без родителей. И, ну, у меня, наверное, для меня это служение большое, служить людям, а, во-первых, служить Богу. Вот, поэтому радость, слава Господу за все. Чем Виктор отличается от других наших христианских исполнителей и композиторов? Ты знаешь, что мне особенно Виктору нравится? То, что он пишет песни, Бог ему дает эти тексты, и в этих текстах звучит имя об Иисусе Христе. Сегодня много исполнителей, которые поют листочки, березки, деревья, и мы нечасто слышим имя об Иисусе Христе. Поэтому мне нравится то, что я могу петь о моем Спасителе. Ген, наверное, стоит отметить то, что я не сильно много пишу текстов. Да, есть некоторые тексты, которые я написал, и это хорошие песни получились. Но я благодарен Богу за то, что он мне дал многих хороших поэтов, которые присылают мне очень классные тексты. Но у меня очень, как бы, высокая планка по текстам. Требования серьезные, потому что это служение. Да, да. И вот я благодарен. Есть такая Леся Адарчук в Ровно, которая написала очень большое количество текстов для тех песен, которые мы поем. Вот так что, вот так где-то. То есть, Виктор, Леся для меня написал. То есть, Виктор, ты хотел сказать, что и ты помогал, и Леся помогал, и еще множество людей, которые по какой-то причине, ну, мы сегодня услышим, но пока не все их знают. Хорошо. Николай, ну, вот я знаю несколько твоих тоже шлягеров, которые вы написали, песни, которые вот сразу же полюбили все люди. И слеза пошла. В чем ты считаешь секрет того, что песня получилась? Это от исполнителя зависит или все-таки люди выбирают песню? Ну, наверное, и исполнители люди. Потому что одно без другого не может быть. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что в Баффало ты очень активен в том, что не только участвуешь в музыкальных проектах, но мы говорим о том, что ты еще ведущий. Поэтому приятно видеть коллегу сегодня у нас здесь. Мы будем обязательно говорить, что какие мероприятия, так дальше, но обязательно держи эту мысль, потому что мы хотим расспросить, что вы ведете, как вы ведете. Ген, хотел одну такую детальку сказать. Много есть людей, которые, ну, хотел бы прояснить, что такое песня, да? Знаешь, есть написанный текст, да? Вот хороший стих, но если на него нету мелодии, да, то это всего дальше остается стих. Но если написана мелодия композитором, да, тогда получается песня. Чтобы люди это понимали, потому что иногда люди говорят, ну, вот, там, эта песня такой-то, такой-то, да? Но это просто ее стих. Но если, например, не было композитором положено мелодия, то он всегда остается дальше стихом, но не песней. Хорошо. Друзья, мы сегодня говорим о секрете. Как все-таки, чтобы песня получилась? Получилось. Я когда-то спрашивал у других наших исполнителей, почему у одного человека, Проханова, получилось написать тысячу псалмов? Почему тысячу человек не дали написать даже одну? Как ты думаешь, почему? Высокая планка, высокие требования. Ты говоришь о чем? Песнь «Возрождение», сборник, который человек, который написал, Проханов, тысячу псалмов, да, допустим, образно. А вот тысячу человек не смогли написать даже одну песню? Или написали только одну песню? Наверное, это все-таки зависит эти вещи не от нас, честно скажу. Что-то от нас зависит, но я думаю, что это все-таки Бог дает человеку вот это множество, эти песни писать, это от Бога. То есть и не каждый, наверное, автор, и не каждый композитор, потому что иногда люди думают, ну, кто-то поет, почему я не могу писать, кто-то пишет, почему я не могу. Конечно, конечно. Я думаю, что это все-таки от Бога, и я не раз смотрю, думаю, у меня были моменты, когда я написал песню, и думаю, ну, в принципе, ничего такого особенного, положил ее где-то там в корзинку. И потом я через год открываю эту корзину и думаю, как я мог эту песню год назад не записать. Я записываю эту песню на альбом, и ко мне сотни тысяч людей звонят и благодарят, говорят, Виктор, эта песня, она изменила мою жизнь. Слава Господу. Вот, понимаете, вот это, я думаю, это то, что идет от Бога. Расскажи, пожалуйста, отношение, ну, давай так скажем, христианская музыка и христианское творчество в Украине и здесь в Америке. Чем оно немножко отличается? Там, наверное, больше свобода реализовать себя, а здесь больше, может быть, каких-то больше правил, строгости, или, наоборот, здесь легче быть музыкантом? Если можно вкратце. Мне кажется, здесь легче быть музыкантом, хотя вообще музыкантом нелегко быть вообще нигде, знаете. То есть и в Украине, и в Америке тяжело быть музыкантом. Особенно в христианском мире. Почему объясните? В христианском, давай. Почему? Потому что, ну, если взять финансово, то это очень тяжело. Ну, скажем, и пробиться сегодня молодым исполнителям, даже талантливым, если им кто-то не поможет, кто уже состоялся, это практически нереально. Без поддержки нет. Потому что записать, ну, скажем, толково одну песню, сделать на нее аранжировку, это примерно 500 долларов. И вот, чтобы вернуть эти деньги, вы понимаете, сколько нужно продать дисков, да? Но всегда почему-то люди думают, что вот ребята приехали, диски продают, вот они чуть ли не миллионы зарабатывают. Но сколько мы вкладываем в это, чтобы выпустить этот альбом, никто не задает никогда вопросы. И, скажем, тяжело иногда бывает. Ну, нам легче, потому что за мной стоит уже 30 лет багажа творчества, да? И уже есть определенные друзья, которые время от времени помогают, поддерживают. Вот. Ну, становиться вот просто сейчас на ноги какому-то молодому исполнителю, это очень тяжело. И, конечно, хотелось бы в этом плане, наверное, позаимствовать немножко, как делают это в цивилизованном обществе американцы. Они поддерживают людей, которые занимаются творчеством. Потому что этот человек не может до обеда заливать там бетон, а потом, или целый день, а потом вечером прийти и играть. У него просто руки не будут играть, и он толком и спеть не сможет. Поэтому я считаю, что поддерживать музыкантов нужно, чтобы развивалось это служение и в церквях, и вообще. Особенно христианам об этом стоит задуматься. Служителям стоит задуматься в церквях. Расскажи, пожалуйста, как наши служители могут поддерживать исполнителя? Ну, во-первых, наверное, хотя бы разрешить поучаствовать? Я скажу откровенно и честно. Можно. Только те служители, которые сами певцы и музыканты, они поддерживают музыкантов. Люди, которые не имеют ничего общего с музыкой, они... Это очень маленький процент, что они понимают, что это такое. Я вот встречал, как только приезжаю в церковь и вижу расположение и поддержку, братья, давайте пойте, мы так рады, что вы к нам приехали. Потому что он музыкант. А, вот оно что. Он сам играет или на гитаре. Одного вообще по старой встретили, на барабанах играет. Ну, сразу видно, что этот человек понимает, что это за труд. И знает ту цену, которую вы заплатили. Сколько лет жизни вы посвятили, чтобы стать музыкантом? Да, сколько нужно было заплатить финансов, чтобы выучиться, чтобы стать музыкантом, чтобы записать эти 12 альбомов, которые я имею. Это колоссальные финансы вложены в это, чтобы это сделать. Ну, даже люди подходят и спрашивают Виктора Николаевича, что сделать, чтобы начать служение. Даже доходят до того, что пастыря не разрешают им этого. Не нужно, нам это не интересно, а ребята хотят Бога славить. Кстати, есть такой момент, когда наши старшие люди, которые говорят, зачем придумать велосипед. Уже он придумал. Зачем придумывать новые псалмы, если есть сборник «Песнь Возврождений», достаточно, успокойтесь. Как вообще с такими людьми разговаривать? Ты знаешь, Гена, тяжело. Я расскажу тебе, Гена. Пожалуйста. Дело в том, что в то время, когда были написаны эти песни, это тоже были современники того времени. И, наверное, кто-то их тоже не воспринимал. Наверное, тогда велосипеда не было. Я думаю, что если Бог позволит прожить, хотя я уже с этим стыкаюсь, сегодня песни, которые Бог дал мне написать, поются «Харами». Поются группами. И, возможно, они даже не знают, кто автор этих песен. Да, это не важно. Но я смотрю, я как-то открываю раз интернет, где-то в какой-то Сибири хор русских бабушек поют мою песню. Слава Господу. И подписано снизу «Русская народная песня». Присвоили, присвоили. Нет, ну, меня-то радует. Что Господа славит. Да, Господа славит, знаешь. И я думаю, что пройдет еще, может быть, 10 или 20 лет, и эти песни, они будут петься, как сейчас поются там… Ну, я хотел бы, чтобы так было, как поются эти песни, которые я писал на песенников, да. И потому что время идет, я скажу честно, по мне, я помню свое отношение, да. Я любил что-то такое современное послушать, все, как мои родители относились. Да что ты слушаешь? Да как это можно слушать? Сегодня то же самое происходит в моей жизни. Когда моя дочь, и Даночка, когда ей будет 17 лет, и она включает иногда такую американскую музыку… Английскую, да, христианскую музыку. Да, Даночка, говорю, как ты можешь это слушать? Она говорит, папа, мне нравится. Ну, уже наши дети уже понимают английский язык наравне, а иногда и лучше. Кстати, вот я сейчас закончу за этот велосипед. Один человек тоже его покритиковали, зачем придумывать. Он говорит, друзья, если бы мы остановились на велосипеде, мы никогда на самолете не летали бы. 100%. Поэтому, друзья, иногда кто-то думает, что вот действительно это потолок, это то, что максимально можно было достигнуть. Ну, до какого-то времени, да, но все-таки нужно продолжать. И все-таки пишутся новые проповеди, и все-таки должны писаться новые псалмы, через которые тоже… Песня-то как проповедь, через которую люди тоже каются. Иногда люди не хотят, чтобы ты Библию открывал, неверующие люди. Поэтому можно спеть, и это будет та же проповедь. Ну да, песня доступна. Иген, еще хочу тебе сказать, например, я люблю очень старые песни, очень люблю. Но когда ты открываешь иногда даже псалмопесенник, вот, ну это не Библия, начнем с того. Там есть много таких песен, которые я бы не пел. И не советовал бы петь даже с христианом церкви. Потому что смысл там, ну, чуть-чуть он расходится с богословием. Хорошо. Мы говорим сейчас о отношении к музыкантам. И все-таки есть такая категория людей, которые, например, один диск купили, и еще четырем человекам дали переписать. Как бы обратиться к такой категории людей, что все-таки, если вы получили благословение, если действительно это вас коснулось, все-таки нужно быть немножко к какой-то степени благодарным. Не просто даже пожать руку, подойти, хотя наши люди вообще просто встают с места и уходят. После собрания встали, ушли, и ты даже немножко растерян, все-таки получилось, или все-таки, ну, можно еще было лучше сделать. Как людей приучить? То есть это нормально, когда люди подходят, жмут руку, говорят, я пережил благословение в хороших качествах, диск приобрели. Это правильно? Это должно быть так? Это должно быть так. Это вдохновляет, во-первых. Ну, это вообще по-человечески приятно, да? Впервые по-человечески, а во-вторых, уже по-нашему, по-христиански. Да, и по-нашему, по-христиански, когда ты что-то делаешь, и тем более, как ты говоришь, человек получил благословение, подойти просто, даже если ты не хочешь купить этот диск, но если тебе жалко тех 10 долларов на этот диск, ну, просто подойди, пожми руку и скажи, братья, ну, спасибо, спасибо, что вы есть, что вы продолжаете. Это приятно, но я бы призывал всех, чтобы, знаете, вот мы сталкиваемся с тем моментом, что иногда запрещаем покупать диски, ну, вот… У нас не разрешается. Да, да, не разрешается, но дети потом этих же служителей и этих же членов церкви покупают диски, которые вообще действительно не нужно слушать, или просто слушают такую музыку, которую… Я считаю, что нужно в церквях служителям и вообще музыкальным, кто-то имеет с музыкальным служением какое-то отношение, воспитывать правильное понимание христианской музыки, воспитывать правильный вот этот вот, знаешь, взгляд на музыку христианскую. Я согласен, что и в христианстве сегодня есть предостаточно мусора такого вот музыкального. И нашим, и вашим. Да, да. И половина мирская песня, как мы говорили, и половина христианская. Да, ни о чем, да, или ни о чем просто. Или просто о себе. Много есть исполнителей, которые, они просто вот любят себя такого красивого, да, и музыканта. Ну, нужно просто это все фильтровать, и нужно на примере времени вот смотреть, что вот есть определенные группы, там определенные исполнители, которые многое время уже находятся в служении, что на них можно вот равняться молодежи, которая подрастает, и это нужно культивировать. Тем более, когда сам служитель или служителя наши получили благословение от того же там, ну, то же самое, давайте перечислим, Клименко там или Давыдюк, почему не пустить этого человека в церковь, пусть он послужит и новому поколению, пускай эти диски играют в их машинах. То есть такая логика в том, что мы знаем этих людей, потому что они на нас повлияли, ну, и можно этот список продлить, не только эти исполнители, пускай они помогают и новому поколению, то есть логика в этом обязательно есть. Развивать культуру. Друзья, мы говорим о том, что быть музыкантом, это вообще нелегко, и по финансам, и, ну, во-первых, надо способности иметь. Иногда к нам приезжают в гости, и мы их выпускаем на кафедру, и первых 5-10 минут не поймешь, или действительно такая сила, или человек просто голосом берет. А вот музыканта одна минута, первые аккорды, ты сразу определяешь, специалист или нет. То есть это очень даже сложнее. Много чего мы делаем, это как служение, как безвозмездно, но есть моменты, когда просто Господь сам нас благословляет, дает вести какие-то мероприятия, вечера, свадьбы. И вот я воспринимаю, что Бог нас может благословить и восполнить наши нужды, то время, которое мы пожертвовали, там, занимались хором, занимались детками и так дальше. То, Николай, расскажи, ты уже состоялся и ведущий, как мероприятие и свадьб, немножко. То есть ты воспринимаешь это как подарок от Бога? Конечно, да. Мне нравится это делать, мы с Виктором очень часто работаем вместе на свадьбах, и служим как ведущие, и певцы. Мне кажется, тоже это служение. Христианские свадьбы, это служение. Потому что вы несете сообщение, вы несете по-американски месседж, то есть мы же говорим о каких-то темах, мы же делаем вступление к песням, это маленькие проповеди, которые... Ну, опять же, Гена, смотри, тут еще есть вторая сторона книги. Когда мы приезжаем даже на эту свадьбу, это же наша система, аппаратура, микрофоны, все, гитары и киборд, все, что это наше, с Виктором, и мы с годами в это все вложили финансы. Ну и программу подготовили. И программу, это представьте, целый день отвести свадьбу. Я согласен с тобой, что даже когда ты ведешь свадьбу, да, то это не просто там, знаешь... Вступление. Да, да. Ну, надо, чтобы подтекст все это всегда был, что мы христиане. Чтобы во всем этом мы показывали, даже вот создается новая семья. Чтобы в этом был показан Бог, да, Его любовь к нам. Они просто там повеселились и пошли домой. Хорошо, то есть мы за то, чтобы... Друзья, приглашайте способных людей для того, чтобы они помогли вам организовать праздник. Через это вы тоже их будете благословлять. Хорошо, друзья. Я знаю, что Виктор еще занимается служением музыкальная школа в городе Сиэтлов. Занимаешься музыкальным служением, это группа, хор, прославление, потому что видим вас в фейсбуке, францляции. Что это за музыкальная школа? Когда я приехал в Сиэтл, передо мной встал такой вопрос, что я начал заниматься в церкви музыкальным служением. Это, как правило, воршип-группы, несколько воршип-групп создал. И потянулись музыканты, несколько там человек. И мы начали это служение. Ну, я вижу в этом благословение. Но в то же самое время в прошлом году у нас существовала музыкальная школа при церкви. Четыре класса. И я открыл в том районе, где я живу, отдельно свою музыкальную школу. Никогда раньше не думал в Украине, что я этим буду заниматься. Ну, меньше, наверное, всего хотел этим заниматься. Потому что я любил поездки, любил миссионерские поездки. Евангелизации. Это тоже чем жила моя душа. Но когда я приехал сюда, я увидел потребность в этом, в чем даже не так финансы, как я увидел много талантливых детей, которым я понял, что мне нужно помочь. Конечно, родители платят какую-то определенную сумму за то, что я с ними занимаюсь. Но я благодарен. У меня требование, что каждый из этих студентов, которых я учу петь или играть, они должны, как только мы учим песню, они должны ее спеть в церкви. Отлично. И это работает. Мотивация. Да, мотивация. И это работает. Они практически все поют в церквях. И у меня есть несколько служителей, которые звонят мне периодически и говорят, Виктор, спасибо тебе, нам уже не нужно готовить программу на Рождество. У нас программа уже готова. Потому что пять или шесть студентов с этой церкви ходят в мою церковь. И я их научил песни уже, которые они поют. И они уже сделали программу рождественскую или на День мамы. И я вижу в этом благословение. Слава Господу. Мои мысли заняты тем, что я понимаю, что Бог благословил меня все эти 30 лет. Он дал мне какой-то багаж знаний, какой-то даже авторитет в этом христианском мире, чтобы помочь тем, которые хотят что-то делать. И я благодарю Бога за это. Слава Господу. Друзья, сегодня с нами Виктор Шатецкий и Николай Калашук. Сегодня творческая программа. Мы говорим, как состояться в служении, как проходить этот путь. Ну и, конечно же, чтобы через это было благословение и другим. Виктор, мне приятно, что вы с Николаем участвовали в наших сахраментовских мероприятиях. Это музыкальные вечера. У нас тут тоже есть такая христианская активная молодежь, которая организовывает. И спасибо, что вы неравнодушны. Я знаю, в Сиэтле вы очень активны. Музыкальные вечера. Я сам даже приехал. Было очень приятно увидеть, в каком хорошем составе вы участвуете, как подготовлены. Просто получаешь радость и благодаришь Господа, что талантливые люди служат для славы Господа. 2018 год. Ваши планы. Что запланировано и что бы хотели бы поставить в этот график? Благодарю Бога, конечно, ты для меня напомнил за то, что как только я ступил на эту землю, на американскую землю, вокруг меня начали собираться люди, которые близки мне по духу, по сердцу, по музыке. И это очень профессиональные люди. Особенно в Сиэтле. Это высочайшего класса музыканты, с которыми мы быстро создали живой коллектив. И вот ты был на этом вечере, где мы играли. Я благодарен Богу за каждого из них. Мы сделали в сентябре месяце вечер 30-летия моего творчества. Он прошел очень успешно, было очень много людей. Вот. И я хочу провести такой творческий вечер здесь, в Сакраменто. Это моя мечта, потому что у меня много друзей. И я думаю, что если Бог позволит и даст время еще жить на этой земле, мы осенью планируем сделать здесь такой творческий вечер. Осенью в Сакраменто. Но сейчас вы можете нас заинтриговать? Друзья, 2018 год, осенью, ожидаем друзей наших, Виктора Шатецкого, Николая Калашук и наших музыкантов, которые будут участвовать в этом шикарном благословенном христианском вечере. Друзья, ну что ж, давайте заинтригуйте нас. Песню, которую я написал года 4 назад, она говорит о том, что наша жизнь прекрасна, потому что она во Христе Иисусе. Без Него жизни нет. Без Него нет будущего. И настоящего. Аминь. О, как прекрасно просто жить, Встречать рассветы и провожать закаты. Сиянье дня и ночь и тьму любить, Любить грозу и зной, и снегопады. О, как прекрасно просто жить, О, как прекрасно просто жить, Дышать и чувствовать и петь, и улыбаться. Любить людей добром за все платить, Грустить в разлуке с радостью встречаться. О, как прекрасно просто жить, О, как прекрасно просто жить, И знать, кого за все благодарить. О, как прекрасно просто жить, О, как прекрасно просто жить. Жить на земле, Жить на земле новой с душой стремиться, И знать, кого за все благодарить. И лишь ему без устали молиться, О, как прекрасно просто жить, И знать, кого за все благодарить. Искорно желаем, чтобы Господь слышал ваши молитвы, чтобы вы помогли еще многим состояться в служении, в том, которым вы уже несете. Искорно желаем нашим уважаемым друзьям поддерживать таких людей и словом, и делом, и диском. И, конечно же, пригласите провести мероприятие. Вы благословите наших музыкантов, друзей, они сделают еще больше. Спасибо вам огромное. Спасибо, Гена, тебе. Честь имел. Честь имел. Спасибо огромное. Всем хорошего дня, Сакраменто. Мы еще встретимся. И все друзья, которые нас смотрят. Спасибо, друзья. Ну, а мы продолжаем наш творческий эфир. И сегодня с нами также еще есть тамден. Это Елена и Виктория Дзони, которые на протяжении 2000 года, то есть на протяжении 17 лет, также ведут служение, участвуют активно в служении, в котором также поддерживает Виктор Шатецкий, наш музыкант, автор и исполнительный композитор. Благодаря, конечно, его поддержке, сестры Дзони активно участвуют в нашем христианском служении, в творчестве. Поэтому честь имею сегодня также иметь эфир и с ними, расспросить и, конечно же, познакомить вас с ними. Дорогие, мы искренне рады вас приветствовать. Сегодня у нас Елена и Виктория Дзони. Тандем, музыкальный тандем. Мы рады вас приветствовать. Мы тоже рады. Давайте представим. Елена у нас композитор, пишет. Виктория вокалист, исполнитель. Ну, так или иначе, вы и пишете, и записываете. Христианские псалмы. Если можно, расскажите, пожалуйста, давайте в двух словах я скажу, что они из Украины, город Александрия, родные сестры. Елена замужем, Виктория пока не на пути к этому. На протяжении множества лет они участвуют в христианском творчестве, хотя с новообращенной семьи. Уже имеют пять авторских альбомов. Один нотный сборник. Ну, вообще, для меня что-то новое интересное. И второй сборник уже готовится к изданию, и все к этому уже готово. Ну, что ж, давайте мы расспросим за ваше творчество. Кто будет первым? Думаю, Елена. Лен, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, ну, как вообще, кто-то сказал, увидеть в себе способность, это уже способность, это уже талант. Как все началось? Лен, расскажи. Мы были маленькими, и вот самый такой простой случай, который будет, скажем, иллюстрацией к этому, да. Ну, как в Советском Союзе, обычно в выходные дни все своих детей ведут на даче, да. Ну, вот мы не исключение, мама нас вела на дачу, и стояли на остановке. И вот я тогда помню, что я сочиняла, пока мы ожидали автобус, а Виктория там что-то напевала. И как-то вот в этом плане мы развивались, да, Вика? С Викой мама с трех лет занималась, потому что мама сама поющая. Почему именно только с Викой? А как-то вот у нас родители так разделили свое влияние. Кто-то композитор, а кто-то исполнил. Папа как-то влиял больше на меня, а мама на Вику. А как мама пела, и в Вике обнаружились эти, скажем, вокальные проявления, вот она вот... Ну, блин, давай не будем скромничать, потому что вы обе прекрасно поете, но вот как-то ты хотел выделить. Все-таки родители, заметьте, наверное, больше влаживали. Ну, как-то мама... Мама как-то видела, что вот Вика должна петь, а я как-то сочиняла. И вот у меня как-то так получилось, что в нашу музыкальную школу приехал один студент Московской консерватории. Ух вам, как вам повезло. Который учился на композиции, на отделе, в факультет композиции. И он буквально там был пару, два-три года что-то. И меня, зная, что я сочиняю, на фортепианном отделе училась, меня сразу к нему определили. И он меня учил в форме, как записывать произведения, метр, ритм, все это как... Как свою музу оформлять красиво и грамотно. Ну, мне кажется, Господь тебя готовил заранее, учитывая то, что... Ну, вот это я так думаю. Учитывая то, что кто был твоим учителем, все-таки человек-специалист. И откуда приходит ваша муза? Сочинять те произведения, которые будут служить для славы Господа. Муза приходит. Ну, я могу сказать точно, что когда у Лены нехорошо что-то, настроение, она никогда не пишет. Обычно спрашивают, говорят, Лена, наверное, когда... Какие-то трудные обстоятельства, ты наплачиваешься и сразу напишешь. У тебя рождается шедевр, Лена говорит, наоборот, я ничего не пишу. Не рождается, да. И когда вот были такие серьезные испытания в жизни, да, они как-то длились несколько лет, я ничего не писала. И такое состояние угнетенное, а писать не можешь. Поэтому, когда хорошо, и когда есть время, нет такой сильной суеты, вот эти два момента, они сопутствуют. Хотя, мне кажется, что все композиторы, они внутри имеют потребность выражать музыку. Да. Я думаю, где-то согласен, да. Конечно, согласен. Лена, расскажи, пожалуйста, все-таки, как вы вдвоем запели? А мы сестры родные. У нас... Поэтому... Самые ближе вы были друг к другу. У нас не было выбора. Виктория, то есть мы... Вы были очень близко друг к другу, поэтому, естественно, и репетировали вместе, и вместе писали. У нас, получается, до... Я закончила музыкальное училище и вернулась домой. Вот. И, получается, мы к тому времени покаялись. Я через Вику покаялась. Вика первая. Потом я. Вот. И вернулась домой. И, получается, мы в одном пространстве, в одном доме, в одной церкви. И обе поем. И, в общем, у нас организовалась группа первая, в которой мы участвовали. Еще была Надежда Иванник и Леонид Цыпан. Леонид Цыпан, кстати, хочу сказать, это, во-первых, что хороший наш очень близкий друг. Кроме того, он композитор и автор текста песни «Ты мой Бог, крепость моя». Очень известный. И текста, и мелодии. И мелодии, и текста. И, да, и как раз вот мы пели пару лет. Наверное, потом Леонид уехал. Но в 99-м году мы издали сборник на базе богомысля издательства в Одессе. И в сборник вошли все песни. То есть мы все четверо писали. Сколько, скажите, количества? Там где-то было 60, по-моему, песен. Слава Господу. Но кто-то больше, кто-то меньше. Но мы все записали. И вот первый сборник вышел тогда. Шикарно. Виктория, ну вот пришло время рассказать, как ты покаялась. Вот этот момент через тебя Господь спас сестричку. Не знаю, может, и больше родственников спас. Расскажи, пожалуйста. Ну, вкратце, но самое интересное. Ну, расскажи вкратце, да. Это было давно. Я тогда еще училась в школе. И одна тетя наша, знакомая, как тетя нам очень близка была, она пришла к нам в дом и сказала, «Ди ты, я знайшла церкву». Я очень хорошо помню эти слова. Тетя Женя, прекрасный вообще души человек. И мы пошли в церковь. Пошли мы в собрание. Я проходила где-то месяц. И я поняла, что мне надо выйти на покаяние. Я искала Бога всегда с самого детства. Я думала, есть Бог, нет Бога. Задавала себе такие вопросы. И когда я уже решилась выйти на покаяние, я слышу сзади какая-то бабушка. Она услышала, я говорю, «Тетя Женя, я, наверное, уже выйду». И какая-то старенькая женщина, я понимаю, что она была верующей много лет. Она мне говорит, «Ди ты, ну, куды тоби и ты, ты еще ж не нагрешила». Эти слова меня так немножко окатили. И в такой момент думаю, «Господи». Потом думаю, нет, я решила, я иду. И я вышла на покаяние. Потом хор весь пел, известный псалом в те времена. Лена, помнишь его? Да, радость, радость будет в небесах. Найдена пропавшая овца. Все было прекрасно. Только когда сказали «вот овца», меня немножко так смутило. Мы с неверующей семьей, поэтому думаю, как-то овцой называют. Как-то так оно мне некомфортно было. И может, и бабушка что-то хотела. И так я начала ходить в церковь. А Лена тогда была в училище музыкальном, приезжала домой в Александрию. И я ей все время, у меня поток, у меня столько всего, я ей рассказываю, рассказываю о Боге, Лене, Лене, все. И так вот, таким вот образом. Потом, когда я решила уже вступить в завет с Богом, думаю, если взялась, иду дальше. А мне сказали, что пока не будет тебе там 18 лет, не можешь преподать. Крещение. Да, немножко это меня смутило. И поэтому мне пришлось уйти в другую церковь, где мне вовсе-таки могли преподать. Во сколько тебе преподали? Мне было 15 лет. Да. Хорошо. Да, я покаилась в 14, и в 15, буквально через несколько только месяцев, мне уже было 15. И меня интересовал один вопрос. Я читала в книжечках, которые тогда в то время, помню, высылали, супер-книги, всякое такое, что ваше имя будет записано в книге жизни. Я была настолько некомпетентна в этих вопросах. И я, когда покаилась, думаю, Боже, а записали ли? Думаю, у кого же спросить? У кого же спросить? И потом, когда я у тети Жени, я говорю, у тети Жени, я говорю, как там насчет книги жизни? Слушай, как же это все искренно, по-настоящему. Очень приятно слышать это. Это мне дотя говорит, это в небесах. Я говорю, ну все, да-да, нам нужно успокоиться. Там уже точно будет. Слава Господу. Специально, да. Ну, слушайте, как же приятно. Так по-настоящему, искренне даже, может сказать, даже по-детски. Даже по-детски. Но слава Господу, что по-настоящему, потому что сейчас мы видим плод вашего покаяния, ваше служение. Это сколько лет и сколько работ уже сделанных. Расскажите, пожалуйста, я не знаю, с кого бы начать, Виктория и Елена. Творчество в Украине. Вот расскажите, пожалуйста, вы сейчас проживаете в Украине, трудитесь так же, как и у нас, спасители. Расскажите, чем вы занимаетесь в Украине? У нас, получается, вот наше служение музыкальное, я могу сказать, как и всегда говорю, оно связано с разными служениями, которые так или иначе соприкасаются с музыкой. Но самое основное это продолжение сочинения, написания песен, исполнение. Вот, это первое. Второе. Мы участвуем в тюремном служении. В частности, у нас есть видео даже, которое иллюстрирует, скажем, один из моментов такого служения. Это Полтавская колония, женская, 65-я. Вот. Это особое. Строговый режим, да. Особое. Вы взяли шефство, да? Мы не брали шефство, мы вошли в труд как музыканты. То есть нас пригласили, это не... Сам тюремный, скажем, такой вот... Формат служения? Да, формат служения. Это не наш профиль. Но нас пригласили, чтобы мы поучаствовали. И для нас это было чем-то новым. Это совсем другая аудитория, совсем другая публика, другие люди. И поэтому говорить с ними надо не так, как ты в церкви говоришь, да, о Боге. Вот. Там все по-другому. Ну, например, чем отличается? Просто, мне кажется, ты можешь просто разговаривать, не переживать, что вот... Ой, а вдруг тебя не поймут. Или как? Чем отличается? Ген, это вообще... Вот Вика знает, хотя я до этого была, имела возможность быть в мужской колонии, но когда я попала в женскую, ну, там я просто была, скажем, соучастником. Я молчала, играла, пела. То есть ты была в гостях, да? Ну, как в гостях. Было, скажу честно, там. Но это было уже как бы давненько. В чем проблема? Каменные сердца, люди, ты не слышишь. Нет, большой, огромный... Там страшно было по другой причине. Огромный зал, все мужчины, и по бокам только несколько там, скажем, да, вот охраны. Охранников, которые реально ничего не могут сделать. Ну, если вся бы толпа поднялась, я не знаю, что можно было сделать. Страшно. Хотя, я думаю, что там все предусмотрено, но как бы для нас чисто такой человеческий уровень восприятия, да, визуального. Вот. А вот женская колония, это было, скажем, совсем другое переживание. Там надо было говорить. И я привыкла говорить. Мне не составляет труда. Вот. Но там, как Вика говорит, что-то произошло. И я что-то так тыкалась, мыкалась. Потом девочки, девочки. Это все, что я нашла, я не знала, как к ним обратиться. Потому что перед нами сидели люди с нетипичным выражением лица. Люди, которые сидели, основная их часть, за тяжкие преступления. Зная это, ты понимаешь, ты, ну... Строгий режим, это, наверное, уже, на который третий раз в тюрьму попадает. И так далее. Четвертый. Четвертый. Там и убийства, и наркотики, и все, все, все. Вопрос такой. Реакция после... Людей после вашего участия? Значит, они не верят. Это видно по их лицам. Они закрыты. И они проверяют. Они закрыты. Но потом покаяние... Там три женщины вышли, и покаяние было настолько бурное. Мы такого покаяния в церквях не видели давно. То есть люди, они боролись. Это было видно. Мы наблюдали. Они были закрыты. Даже вот сама позиция, да, вот такая, в стойке. Ну, это все о многом говорит. Но как бы это одна из форм служения. Еще также у нас есть студия раннего музыкального развития. Это, скажем, полегче. Вот здесь поподробнее. Студия раннего музыкального развития. О чем вы? Ну, скажем, в формате Америки, да, это могло бы называться музыкальная школа. С профессиональным таким вот уклоном на какой-то, скажем, ну, скажем, на вокал там или на фортепиано. Вот. А в формате Украины музыкальная школа у нас достаточно такое статусное заведение, да, и очень даже широко развитое, глубоко укорененное, не имеющее себе конкуренции среди частников, да. Вот поэтому мы именно студия. У нас фортепиано, вокал, сопилка. Вот. Вот это наши инструменты. И мы берем деток с 3-4 лет, отстраиваем их координацию музыкального слуха, голоса, вот. Ну, это как между собой, да, баланс выстраиваем. На это уходит по-разному. Бывает до 2 лет, бывает чуть меньше, бывает чуть больше. Ух, какое у вас терпение и долготерпение. Да. А потом, как только они готовы, мы их выводим. Но у нас есть детки, как светских родителей, так и христиан, да. Вот. Конечно же, у каждого своя стезя. И вот христиан, которые хотят, чтобы их дети служили в церкви, мы, Виктория, в частности, очень активно за это берется, она идет в церковь, к ней помогает им выйти на сцену, договаривается, то есть вы их поддерживаете уже в служении. Да, да, да. И выводят, да. А с неверующими есть возможность проповедовать? Родители же приходят, какие-то утренники. Приходят. Но дело в том, что у нас люди, по большинству, они верующие. Просто у них, скажем, другие немножко познания, об этом не такие, как у нас. Они ходят в другую церковь, скажем, православную, но сказать, что они не верят в Бога, такого нельзя сказать, в основной своей массе наших клиентов, да. Вот. И поэтому мы даже поем песни о Боге. Как же приятно, все-таки, что те люди, которые как-никак, они молятся Христу по-своему, но и поэтому легче даже деток подготовить христианский псалом, не будет никаких проблем. Да, для них это нет проблем, потому что они сами ходят в церковь, на Пасху хотя бы, на Рождество, они понимают, что кто-то есть над нами, кто управляет всем. И Виктория их возит на конкурсы. Виктория, ты менеджер там всех? Получается, да, как бы невольно. Меня Лена туда втянула, если можно так сказать. Сначала говорила, Лена, я буду делать основную как бы работу по организации, там отчеты, все остальное, подготовка. И она говорит, Вика, мне не хватает еще одного человека, давай включайся. И вот где-то снова года, того года, уже год, да, практически, я по необходимости уже влилась в эту работу и уже и преподаю также вокал, и также езжу на конкурсы. Мы ездим уже не только в Украине, в Киев, там областные конкурсы, международные, и в Болгарию мы ездили летом, у нас было два конкурса международных, и до Америки вот мы ездили на конкурсы в Венгрию и в Австрию. Вот, поэтому мы нашими детками можем гордиться. Да, слава Богу. Так, вы уже ездите по другим странам, так это же есть кого возить. Есть кого возить, да. Да, уже есть кого возить, но уже прошло три года, уже за три года дети подросли и поют достаточно прилично для своего возраста, уже можно показать, но не всегда так было. Но есть еще один такой очень даже важный такой как бы момент, скажем, все дети, независимо от того, верующие, неверующие, когда у нас идет конкурс, мы едем на конкурс, и вот нам надо уже идти и петь, мы стоим вместе, молимся, независимо, верующие, неверующие, все дети это уже знают, мы должны помолиться. Обязательно. Слава Господу. Слушайте, ну как же приятно слышать это все, для меня это такой трепет. Да, вы служите и в церквях, вы служите, где вас приглашают, приезжайте к нам в Америку, так дальше. Плюс ко всему, вы не забываете тех людей, у которых уже шансы на хорошую жизнь потеряны, это посещение женской колонии, но вы также думаете о новом поколении, которые, чтобы они нашли себя, реализовали и в церкви, и в хорошем служении. То есть... Ну стараемся сделать все, что мы можем, все, что еще есть в наших силах. Вы так молоды, а так уже по-взрослому вы все делаете правильно. Спасибо огромное, очень приятно. Спасибо, Виктория. Хочешь продолжить? Хотела бы рассказать, что у Лены просто дарь преподавания, я просто возле нее говорю, Лена, говорю, я не преподаватель, я больше как сольный исполнитель. Но я Лена, говорю, ты же преподаватель, ты живешь этим, и все это замечают, все мамы, папы, кто приводит, говорят, Лена, вот пожалуйста, если ты будешь преподавать, будем ходить. Вы знаете, я слушаю, как вы сейчас говорите, это же заслушаться можно. Конечно, вы преподаватели, самые настоящие, поэтому... Вынуждена, но полюбила это дело, правда. Ну, вас очень приятно слушать, заслушать. Вы действительно благословены от Господа, и это дар, плюс ко всему, ко всем вашим плюсам добавьте, что вы еще действительно от Господа преподаватели, и слава Господу, что вы и в этом служении участвуете. А вас вот это, ну, я впечатлен, это на уровне даже других стран. Да. Кстати, момент, вспомнила, последний конкурс, когда мы были в Венгрии, меня как-то Бог положил на сердце, я думаю, ну, я езжу по конкурсам, и Лена мне говорит, Вика говорит, может, ты что-то споешь на конкурсе? Говорю, Лен, говорю, ну, я не ищу, как бы там, то же место первое, второе, там, мне оно как-то... Хотя у меня до этого была мысль, думаю, Господи, почему бы это не использовать для того, чтобы спеть вот о Тебе? Возможность такая для проповеди. Думаю, мне это надо. И когда Лена озвучила, я думаю, если ей пришла эта идея так же, думаю, возможно, это просто Господь. И когда я приехала в Венгрию, был конкурс, я говорю, могу поучаствовать? Они говорят, да, конечно, тем более вы преподаватель, вы можете спеть, это будет ещё супер. Я говорю, хорошо. И я пошла спеть одну жатвенную песню, она говорит не о жатве земной, а говорит о жатве в небесах, о том, что мы посеем в этой жизни, что мы и пожнём. Такой романс. Романс, да. Я его очень люблю, и она такая, она меня касается сильно, до слёз просто. Я её спела, потом я спела песню «Доля», которую многие знают. Да, нехай в моём житве твоя завжди, то есть Божья судьба исполняется. Да, да. И когда я их спела, две песни, я не ожидала, конечно, такого, но члены жюри, они были просто, как сказать, потрясены. И одна из них, одна из старших, сказала, говорит, меня отец Слава просто зацепили, говорит, спасибо вам. И в конце, я просто поражена была, мы сидим, они, когда вот объявляли уже награды, я уже и забыла, для меня главное было, что просто спеть. Поучаствовать, прославить Господа. И тут мы сидим, объявления уже, награждения, там деток, и потом говорят за меня. И я просто, как сказать, обомлела, говорят, гран-при, говорят, Виктория Азоня. Самый главный подарок и приз. Да. Ну, никто этого не ждал. Я не ожидала. И такой цели не было. Не ждала. Главная цель – это дети были. И подружки мне потом тоже говорили, Вика, почему ты не поставила это на Фейсбуке, что ты получила гран-при? Я говорю, девочки, мне это надо. Кому это надо? Говорю, не знаете, для чего это Господь даже сделал? Для того, разрешил, чтобы ты почувствовал, вот это, когда ты слышишь, что ты должна вот сейчас петь, участвовать, независимо от какого мероприятия, ты должна это делать, потому что обязательно будет результат. И вот он даже земным результатом подтвердил того, что ты должна это делать. Да. Я благодарю Бога за эту возможность петь. Да. И ты перечувствовал, что это было, но с другой стороны, ты знаешь, что это надо было сделать. И вот этот результат и от Господа подтверждение, и от людей. Да, она была просто потрясена, эта женщина. Она ещё и вечером к нам уже подошла и сказала, слушайте, говорит, эта песня меня просто... Слава Господу. Видишь, и даже правильная песня. Вот ещё тот же ключик к сердцам людей, который Господь положил на сердце. Расскажите, как вас Америка принимает? Очень хорошо. Лена, ну я понимаю, что вы должны так говорить. Нет, нет, мы на самом деле говорим то, что мы думаем. Хорошо принимаем. В данном случае. Легко попроситься в какую-то церковь? Сразу пустят? Или всё-таки проверяют? Проверяют. На Фейсбуке? Ой, извиняюсь, в Ютуб набирает сразу. Сейчас же легко. Как зовут исполнителя? Набрали О, да, или... Ну не все. Просто мы здесь уже не первый раз, нас знают. И нам очень приятно, что нас помнят. И помнят с добрым таким, знаете, отношением. Некоторые, кто не знает, или, скажем, не совсем помнит, вот те проверяют. А подскажите, кто вас ещё знает? Кто может дать рекомендацию? Без вопросов. Легко, Виктор Шатецкий, Николай Калашов. Ну и так тоже. Да, но есть люди, которые действительно нас не знали и не помнили. Но основная часть людей, именно поцерковленных, пастырей, служителей, которые были тогда, в то время, они нас помнят. И нам это очень приятно. И нас Америка очень хорошо принимает. Мы очень благодарны за принятие, благодарны всем слушателям. И даже поют с нами. Да? Да. Как даже поют? Вот у нас есть новый альбом сейчас, и в нём как раз песня «Нам нужен Бог» на слова Анны Вельг. И я очень надеюсь, что эта песня останется. Слушайте, я слышал её где-то в финальной песне на каких-то музыкальных мероприятиях. Правда? Буквально. Вот был позавчера концерт. Так вы у нас и в «Сакраме» её спели в финальной. Мы были, мы имели честь быть Виктором Шатецким. Нас пригласили. Это большая честь. С нашей сакраментовской, христианской. С нашей сакраментовской, христианской группой сборной. Творческой, да. С Николаем Калашуком, с чудесными ведущими. Вот. У меня там не было. Кто же там такой был? А, да. И вот эта песня была та же финальная. Да, ребята её выбрали как финальную. И мы всей командой все вышли. Татьяна Навродская также была с нами. Ваш местный солист, исполнитель и композитор. Вот. И мы ещё был Анатолий. Анатолий, не помню фамилию. Колывайка. Возможно. Я не помню фамилию. Молодой парень, начинающий, скажем, настолько я понимаю, в служении музыкальном, с очень красивым голосом, тембром и с большим желанием служить. Вот мы вместе, сообща всей командой, спели эту песню. И мы очень довольны, я очень рада. Я надеюсь когда-то услышать, что будет хор, человек 40 минимум, а то и больше петь именно эти слова. Потому что эти слова нам нужен Бог, нам нужен Бог, людям нужен Бог. Как это можно не спеть, да? Аминь. Кстати, вот сегодня у нас такая возможность есть, если спеть куплет и припев. Можно. Я знаю, что... Этой песней? Какую захотите. Ну, мы вот думали две песни, мы выбрали... Даже две? Да. Мы выбрали эту песню и выбрали песню «Как роняя листву поздней осенью». Некоторые не знают, что это, скажем, песня, что имеет нашу мелодию. То есть то, что сейчас поется, звучит, это наша мелодия. Ух ты. Вот. И как бы мы решили об этом сказать. Хотя песня уже больше 20 лет. Заинтриговали. Какую вы захотите. Я знаю, что такой категории людей, музыкантов, как вам, сильно долго репетировать не надо, да и упрашивать долго не надо. Нет. Вы всегда готовы. Да. У нас не гитара, я не играю на гитаре. У нас будет наша колоночка, фонограммочка. Все, что вы захотите. Может быть, нам нужен Бог, да? Давайте, нам нужен Бог. Гена, и ты тогда тоже с нами. Ген, в припеве. Только в припеве, да. Нам нужен Бог, нам нужен Бог, людям нужен Бог. Давайте. Сейчас мы... Слушайте, ну как у вас современные технологии, и все как положено. Американские технологии. Как будем петь? Будем петь куплет-припев или до конца? Давайте так, вы решайте. Куплет-припев, это обязательно, а дальше сейчас посмотрим по времени. Поехали. Если вы две хотите, то тогда куплет-припев. Можно. Расскажи, пожалуйста, мелодия ваша? Да, я написала мелодию на слова Анны Верк. Ну, кроме мелодии, гармония там тоже присутствует, тоже моя. А Саша Лагвиненко сделал хорошую аранжировку. Саша Лагвиненко, откуда он, с Украины? Да, с Украины. Многим пишет. Дарине, хотя же ее пишет, нам пишет. Он с Одессы? Да, Наталья, почему-то пишет, мы пишем. Как нужен Бог тому, кто в Бога верит, как нужен Бог, не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапна сбила снег. Нам нужен Бог, нам нужен Бог, людям нужен Бог, людям нужен Бог. Бог нужен в Боге, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял землею связь пилот. Когда твой друга раззависнет бездной, а ты не можешь там ему помочь, когда попытки выжить бесполезны, вокруг не те, а впереди вся ночь. Нам нужен Бог, нам нужен Бог, людям нужен Бог, людям нужен Бог. Вот такая песня. Слава Господу. Желаю, что тебя не было на концерте. Мы бы были очень рады еще и с тобой спеть. Спасибо огромное за то, что вы участвовали в сегодняшнем нашем телевизионном эфире, за то, что вы поделились такими искренними, сокровенными вашими сидительствами. Мы искренне благодарим Господа за вас, искренне желаем, чтобы вы потрудились еще больше. Спасибо. Мы искренне будем верить, что вас будет хорошо встречать в наших церквях, люди будут поддерживать, приобретая диски, приглашая вас на музыкальные вечера, творчество. Спасибо, Геннад, за приглашение. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы делаете во всем. Пускай будут устройства благословений, пускай Господь слышит ваши молитвы. Спасибо, Геннад, спасибо. Дорогие телезрители, мы искренне благодарны за то, что вы были с нами, потому что этот эфир был творческим, мы говорили с нашими благословенными творческими людьми. Благослови вас Господь, пускай ваши молитвы тоже услышит Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова